Продолжение следует... Стали искать возможности, анализировать, почему это произошло. Стали искать других врачей. Другой врач сказал, что Курус Алексей Николаевич, что все нормально, то есть ребенок хорошо развивается. Познакомился сначала Курус Алексей Николаевич, талантливый врач, врач от Бога, который в принципе понимал, что происходит в организме человека. Вторая удача наша, что в нашу область приехал Трифон Вячеслав Николаевич, бывший директор Кемерского фармучилища. Он всю жизнь читал физиологию человека и в принципе понимает, что происходит внутри организма в целом. Вот наша медицина, если посмотреть отечественную медицину, вообще сильна была всегда физиологами. Это Павлов, Мечников, Иоанн Кронштадтский, Амосов, там достаточно Анохин. Их много. Вот. Сейчас вот человека, вот как у Райкина, кто шил костюм, то есть раздербанили на органы. То есть, ну вот есть кардиолог, который отвечает за сердце, есть флеболог, который отвечает за вину, есть ангиолог, который отвечает за аорты. В целом за сердечно-сосудистую систему, получается, не отвечает никто. И, говорю, наша медицина вот сейчас вот путает два понятия спасения и лечения. Спасать, да, надо вот этот человек, когда вот он в реанимации оказался, когда тут вот речь идёт о жизни и смерти, тогда, да, применять тяжёлые химические лекарства. Вот. А вот в обычной практике, чтобы нужно применять именно БАДы или вот гомеопатию. Вот. И поэтому вот стал вопрос, о чем лечить своих детей, своих родителей. Стал вопрос, это, наверное, разработки биологически активных веществ, которые как раз бы и в производстве бы способствовали мягкому воздействию на организм человека. Я вот участвовал бы в первом форуме «Новатор», который был в прошлом году. Вот. И там, по-моему, помимо вот химиков, биологов, собрали ещё физиков, математиков. И люди-то, в принципе, открыто говорили. То есть мы можем обманывать других людей, чтобы они жили и чувствовали себя спокойно, что мы излечим от этого заболевания, от этого заболевания. Но мы-то понимаем, что медицина находится в тупике. И почему пригласили физиков и математиков, чтобы они тоже подключились, создавали вот эти математические, физические модели человека, чтобы можно было понять, как действовать при том или ином заболевании. Вот. Поэтому вот этот Нобелевский луриат Илья Пригожин создал теорию диссипативных структур, которая, по сути своей, ей дала теоретическое обоснование гомеопатии. Я думаю, что человеческий организм, это вот он сравнится с диссипативной структурой, которая может оказывать воздействие, только маленькие воздействия. А крупные воздействия, оно или разрушает диссипативную структуру, или не оказывает никакого влияния на неё. Вот. Ну, пример диссипативной структуры, вы легко её найдёте в интернете. Это капелька жира или масла на воду. Вот. Как на неё воздействовать? Я говорю, если стукнуть по ней, то она разлетится на мелкие части. Это сильное воздействие, она разрушила её. Если там ножом провести, то нож пролетит мимо, не оказав никакого на неё воздействия. А если вот пузырёк всплывёт снизу, то маленькое воздействие дотолкает эту капельку до нужного берега. Вот. Точно так же человека можно привести это к выздоровлению. Вообще, Бог создал человека с большим запасом прочности. То есть, у нас очень много буферных систем, которые позволяют нам справляться с тем или иным заболеванием и выравнивают внутренние разногласия, которые происходят внутри человека. Вообще, вот когда начинает болеть человек? Ну, это наше понимание. Мы понимаем, что мы, как вот Алексей Николаевич говорит, вот наш главный врач говорит, если бы я знал, как устроен человек, то, говорит, мы бы были бессмертными. Так как Бог не даст нам таких знаний, чтобы не сделать нас бессмертными, чтобы всё-таки человек что-то ценил, то есть, ценил в первую очередь человеческую жизнь. Мы можем только что-то догадываться, исходя из личного опыта, исходя из опыта других. И вот основное, что он говорит-то о том, что первое, это смерть индивидуума, это отравление своим собственным шлаком и токсином. То есть, задача организма очистить, ну, врача, то есть, дать такое вещество, которое бы позволило замкнуть пищеварительную цепочку, убрать этот токсин из организма, или бы организовало бы те процессы, которые бы способствовали этому очищению, то есть, ну, запустило бы эти процессы. Поэтому он говорит, когда вот этот, ну, по сути своей, говорит, врач-гомеопат это кто? Это врач, играющий в тетрис со смертью. То есть, вот, замкни цепочку, дай одну молекулу, замкни ее и уйди из организма, чем, допустим, дать 5 миллиграмм и настроить сам миллиардный цепочек. Вот. К сожалению, многие врачи, то есть, отказывают гомеопатии в жизни. Вот. Ну, просто не понимая ее принципов. А принцип, я говорю, как раз именно вытащить из человека вот эти, то есть, как бы сказать, очистить человека от шлаков и токсинов и запустить вот это, восстановить связи между органами, и чтобы человеческий организм дальше ничего не препятствует ему нормально функционировать. Вот. Наше предприятие сейчас вот, ну, активно развивается. То есть, мы, по сути своей, одно из лучших инновационно активных предприятий России, ну, и самое лучшее инновационно активное предприятие в Пенинской области. Каждый десяток патент на изобретение в Пенинской области – это наш. Вот. То есть, работают врачи вот медицинских центров «Здоровые дети», «Секреты долголетия». То есть, у нас сейчас, по текущий момент, уже 22 патентов на изобретение, плюс полезные модели, плюс промышленные образцы. То есть, в принципе, это говорит о нашей инновационной активности. Продолжение следует...